МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всех приветствую! Сергей Мозговой на канале К Дальним Берегам. Дорогие друзья, сегодня у нас 16 июля. Я нахожусь в Шиповом лесу, в Воронежской губернии. Жуков практически нет. Вот. Нашел одну самку жука-оленя, которая откладывала яйца. Это, наверное, последняя самка, она вялая уже. Летают последние жуки-усачи, прямо их единицы. Друзья, с середины лета летает очень интересный усач, усач Келлера. Это жемчужина Шипового леса, очень красивый. И я как раз вот шел, поймал его, сейчас вам покажу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Усач Келлера, довольно редкий жук, занесен во многие Красные книги республик и областей России и соседних стран, в частности, Украины. Многие любители и ученые мечтают увидеть это красивое насекомое. Встретить этого жука – моя мечта, рассказывает научный сотрудник биомониторинга Института проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан Дмитрий Бавилов. К сожалению, они настолько редки, что не попадались ученым-специалистам на территории Республики на протяжении 10 лет. У нас же, на территории Павловского района, усачей можно встретить не только в Шиповом лесу, но и в пойме Дона. Личинка развивается 2-3 года на ивах, дубах и некоторых культурных растениях. Взрослые насекомые достигают 22 мм длины. Взрослые насекомые длины. В начале лета появляются желтопятнистые усачи. Небольшие жуки всего до 15 мм длиной тела. Про усачей вишневого, поперечно-полосатого и пестрого я уже рассказывал в предыдущих роликах. Много мелких усачей можно было встретить на цветах. Но настоящим открытием для меня стала встреча в начале июня с редчайшим усачом инсубрикусом. Вот как это было. Ну что, друзья, у меня для вас хорошая новость. На вот этом бревнышке я такого усача обнаружил. Я думал, что это самка вишневого или малый дубовый, как его еще называют, укладывает яйца. Начал крутить педоискателя, он как засиял. Ну, я его снял, хорошо, сейчас вам покажу. И через несколько дней усачи вновь встретились на этом месте. Продолжение следует...